Без горячей воды в холодной палате в таких условиях мама с ребенком провели ночь в одном из отделений Бельской больницы, куда доставляют несовершеннолетних с подозрением на коронавирус. В администрации учреждения заявили, что сожалеют о вызванных неудобствах, а палату должны вот-вот отремонтировать. Мы связались с мамой трехлетнего малыша по телефону, чтобы узнать подробнее о произошедшем. В телефонном разговоре мама трехлетнего ребенка, пожелавшая сохранить анонимность, нам поведала, что несколько дней назад у ее малыша поднялась температура до 39. Ранее у ребенка диагностировали пневмонию. Женщина вызвала скорую, ребенка забрали в отделение детской больницы Бельц, где размещают несовершеннолетних с подозрением на коронавирус. Увидев обстановку в палате, мама ужаснулась. Не было даже умывальника и туалета, без горячей воды и отопления. Мы там пробыли полтора часа. Все это время я держала ребенка на руках, потому что там был только старый матрас. Со стен сыпалась штукатурка. Мама пожаловалась и потребовала перевезти их в другую палату. Но и здесь условия были не лучше. Женщина попыталась вызвать администрацию, чтобы разобраться в ситуации, но никто из руководства в палату так и не явился. Ничем не отличалась вторая палата от прежней, с единственным исключением. Там все же был умывальник, но очень грязный. Без горячей воды, только холодная. Там же импровизированное ведро, чтобы справлять нужду. Термометр, установленный в палате, показывал не больше 20 градусов тепла. Хотя по ощущениям, как говорит женщина, было намного холоднее. Работница мне сказала, что у меня не может быть претензий, потому что там плюс 20 в палате. А я попросила их получше присмотреться. Термометр явно с дефектом. А мне ответили, мол, приносите свой камин, чтобы согреться. Мама беспокоилась за состояние ребенка в таких условиях и просила отпустить их домой. Но медики настаивали. Выписка без результата теста на коронавирус невозможна. Всю ночь я просидела с ребенком на руках. Конечно, через три слоя одежды он потел. Я не могла раздеть, потому что было очень холодно. Утром врачи сообщили женщине, что тест на ковид показал отрицательный результат. Мама подписала отказ от дальнейшей госпитализации. После ночи, проведенной в холодной палате, наша собеседница почувствовала недомогание. А мы обратились за комментарием в администрацию больницы. Нам пояснили, ту самую палату вот-вот должны отремонтировать. В этой палате скоро начнется ремонт. Нам очень жаль, что она должна была там находиться. На тот момент все отделение было переполнено, а ребенку нужно было срочное лечение, сообщила представитель медучреждения. В пресс-службе больницы опровергли тот факт, что в палатах холодно. По словам пресс-секретаря, несколько дней назад медучреждение было подключено к системе отопления. Также в палатах установлены биотуалеты, чтобы предотвратить распространение коронавируса в санузлах общего пользования. Продолжение следует...